Вот, вы сами откроете этот форт, просто вам сейчас надо запомнить то, что вам должен был сказать или Навальный, или Мальцев. Они должны быть сказать, что эти люди должны быть торжественно привезены на Красной площади, четвертованы, и вместе с ними должны быть казнены их все предки, потомки и друзья, которые пользовались вот этими ограблениями. Первое. Цель. Давайте откинем все вот этот антураж для Вячеслава, а скажем, цель. Какая цель? Я не знаю, я не поняла цели. Теперь я включил второй микрофон. Очень хорошее вступление. Я, в принципе, хотел на вечер сделать небольшой 30-минутный доклад, но я его прямо сейчас, наверное, и сделаю, потому что ты мне на нее вдохновила. Единственная разница будет в том, что я хотел демонстрировать ролик, что в нем говорят, а теперь я просто... Желающие могут его самостоятельно просмотреть, чтобы не подумать, что я что-то в ролике придумал. То есть, как я хотел. Ставится фраза в ролике, потом я озвучу, что здесь говорилось, потом фраза и озвучу. Я ролик ставить не буду, я просто буду говорить эти фразы, а те, кто сомневается, что они звучат в ролике, можете самостоятельно проверить. Значит, мой доклад на 30 минут заключается в следующем. Сегодня в течение дня решил проводить собственное расследование. Это, как я сейчас сказал, я такие тайны раскрыл, надо... А это конференция, что мне будет сложность. Ну, скажем так, я сейчас озвучу, что я раскрыл. Я уверяю, не менее интересно, скажем так, мое следствие. Я вообще хотел, конечно, ну может Юра услышит, хотел и ему это сказать, но может если я ролик сделаю, в записи поставлю, потому что действительно Юра у него такой аналитический склад ума, и то, что я... Ну и Максу. И то, что я подкину, они, может, подумают, потому что на определенном этапе они даже уже как бы немножко поддались на то, что, а, ничего с нами не случится, может и правда попробовать. Пробовать не надо, никуда оставайтесь все по домам, и теперь вы поймете почему. Я составил полностью список, который в начале ролика озвучил Сергей Тарасов. Я его сейчас зачитаю. Кто должен быть на этой конференции в Москве? Алексей Кунгуров, Макс Беляев, Юрий Тимовский, Кристина Морана, Андрей Купцов, Вячеслав Котляров, Александр Товстых. У меня записано, что мы должны были связаться с Кунгуровым Алексеем, Максом Беляевым, Тимовскому Юрию, Кристине Моране, Купцову Андрею, Котлярову Вячеславу, Толстыху Александру, Валерию Иванову, Сергею Игнатенко. Каналы, я не знаю как зовут, владельцев, Жизни Круг, Amazing Channel, Роман Милованов, Василишин Роман, еще один человек, которого вы не знаете, но это не имеет значения, Сундаков, Сергей Шуваев и Максим Ижерильев. Валерий Иванов, Сергей Игнатенко, канал Круг Жизни, канал Амазин Челленг, Роман Милованов, Роман Василишин, Виталий Сундаков, Сергей Шуваев, канал Ясен Пень и Макса Жерильев, 13-летний юноша, который талант, но надо с талантом работать. Да-да-да, говори-говори. Я знаю, что ЭКТ за сотовую землю. Да-да-да, вот это самое главное, да. А что она собой подразумевает, я не знаю. Единственное, я знаю, что вот есть какая-то сотовая земля. Так вот, из этого списка я вот думал, с какой фамилии начать. Вы знаете, я начну с Виталия Сундакова. Там, дело в том, что в кадре происходит следующее. Когда Сергей Тарасов читает Сундаков, он говорит фразу. Сундаков, ну, вы его не знаете. Еще один человек, которого вы не знаете, но это не имеет значения, Сундаков. Я задаю вопрос. Это просто однофамилиец Виталия Владимировича Сундакова? Хотя фамилия настолько не распространенная. Из известных, скажем так, на ютубе лекторов, докладчиков и блогеров известен только один Сундаков. Это не имеет значения, Сундаков. Эта фамилия явно не вяжется практически со всеми перечисленными. С вами вновь я, Виталий Владимирович Сундаков. По поводу моего образования, ну, первое высшее филологический факультет пединститута, второе высшее журфак МГУ. Ну и, соответственно, многие годы работы по специальности. Эта фамилия явно не вяжется практически со всеми перечисленными. Тут много интересных моментов, которые я моделировал в голове. Я подумал так, значит, этот человек, которого одна скрывает. У меня была первая модель. Задача вас собрать всех. Ну, а финансирует все это мероприятие человек, который, ну, как бы, изъявил желание остаться им в комнате на данный момент. Значит, этот человек, которого одна скрывает. У меня была первая модель. Значит, у него есть офис, у него есть там молодой юноша-секретарь, который там в компьютерах шарит. Он говорит там, дружище, ты пробей по интернету там какие-нибудь такие каналы на свое усмотрение, которые могли бы заинтересовать нас. Состав список, вот у меня есть Сергей Тарасов, я ему дам список этих людей и пускай он их всех пригласит. Только благодаря желанию, я так скажу, заказчика, да? Вот у меня сложилось такое впечатление, потому что сейчас я вот это только за Сундакова начал говорить. Я дальше в списке буду показывать еще интересные фамилии. И тот человек так пробежался, такой лениво, знаете, так выполнить для шефа работу, так посмотрел канал, ага, тут 10. Еще, наверное, была такая указивка, найди блогеров, которые там что-то в духе конспирологии говорят, всякие там открытия, чтобы на подписчиков было немного, там не более 10 тысяч, может не более 50. Так вот, Виталий Сундаков, он никак в этот список не попадает. Эта фигура, это знаете как, это равносильно, что президента какой-то компании пригласить какой-то гандель, там я не знаю, где Синячек гуляет. То есть он, эта фигура вообще не вписывается. Виталий Сундаков, он миллионер, который построил себе славянский Кремль недалеко от Москвы. Почему-то десяток лет строит славянский Кремль. И чтобы поехать на встречу с блогерами, которые, ну как бы, как сказал купцов, блогеры ноль, это вообще никак не вяжется. Идем дальше по списку. Ну, Алексей Кунгуров все его знают, причем тоже небольшое отступление. В кадре дальше задается вопрос, или не задается, Сергей Тарасов говорит следующее, что хочет лично познакомиться, получить знаний для продвижения в своей карьере политической наверх. Но интересы у него присутствуют. Скорее интересы получить больше знаний, структурированных в одном месте, для достижения своих целей, там устройства, ну, как бы, он хочет уйти вверх, там, во власть, политику, еще что-то. Это важно. Хочет лично познакомиться, получить знаний для продвижения в своей карьере политической наверх. И здесь вот мы подходим к самому интересному. То есть от этих 16 приглашенных, со слов Сергея Тарасова, нужны некоторые знания, которые должны это непосредственно с глазу, на глаз переданы, и помочь в восхождении на карьерный Олимп. Ну, зная, допустим, Виталия Владимировича Сундукова и его жизненный путь, наверное, это один единственный из этого списка человеков, который действительно мог бы подсказать, как лучше поступить. Вот. Алексей Кунгуров. Ну, знания для политика, чтобы подняться наверх, рассказать политику про потопы, и про затопленные дома, и про ядерные воронки, ну, тоже не получается. Макс Беляев и Юрий Тимовский. В основном их ассоциируют с космосом, хотя ребята разбирают ряд других значительных и незначительных вопросов, показывают пальцем на те или иные моменты, очень хорошо озвучивают. Кристина Морана. Ну, я ее уважаю, во-первых, за то, что она единственный блогер, который, ну, скажем так, идет в том направлении, которое мне приятно. Так, здесь явно отображается то, что мы уже с вами видели, проекция северного полюса с осенью мира посередине, с рупе с нигра посередине, и здесь мы видим четкое отображение гор вокруг. Вот, скажем, она трогает ту тему, которую мало кто трогает. Вообще, Кристина, она как бы ассоциируется, как и Роман Милованов, связанный с сыроедением, вегетарианством и так далее. Но у Кристины есть ролики, которые, по всей видимости, Кристина вдохновилась моим сотовым мироустройством. И вот тут ролик, я вообще в восторге, где она собрала все карты гипербореи и показывает слушателям и зрителям те или иные моменты. Значит, опять же вопрос, ему нужно сыроедение для поднятия политических моментов. Но интересы у него присутствуют. Скорее, интересы получить больше знаний, структурированных в одном месте для достижения своих целей. Там устройство, ну, как бы он хочет уйти вверх, там, во власть, в политику, еще что-то. Но это важно. Самый интересный, конечно, персонаж из всех, не поверите, это Александр Толстых. Я вообще, вот я и вчера говорил, Саша, если ты слышишь, ты сам не едь, ты, может, пошли в посылки какой-нибудь старый радиоприемник или телевизор. Саша, ты не блогер. Ты кнопочка, которую у себя там на канальчике включаешь для блогеров, чтобы они пообщались. Ну, давайте всех соберем с Москвы мойщиков в стекол для машин. Не водителей, которые разбираются в технике. Саша, это инструмент. Он нажимает кнопочку, чтобы приходили там Беляев, Юрий Тимоск, Вячеслав Котляров и все. А он там, как бы, за ними стол протирает. Я не знаю, какие знания может передать пылесос. Или что-то в этом духе. Какие знания? Дальше. Фамилия интересная Валерий Иванов. Я с удовольствием слушаю лекции Валерия Иванова. Интересные, в первую очередь, тем, что он, в основном, читает статьи. То есть, представляете, человек, как вот, допустим, кстати, почему здесь нет Юрия Шатокина тогда? Человек находит статью в интернете, ее читает. И иногда Валерий от себя дает некоторые поправки к статьям. Незначительные. В одной из статей он разобрал, почему там фотографии сделаны именно так, а не иначе. То есть, по факту, они приглашают человека, который просто читает статьи для получения знаний. Зачем для этого человека приглашать? Возьмите, найдите те статьи, сами почитайте. Это вообще, эта фамилия тоже, кстати, уникальная. Она вообще не попадает в этот список. Дальше идет, не дальше я так выбираю фамилии, пока хаотично, и каналы. Круг жизни. Вы кто-нибудь знает, что такое канал Круг жизни? Да я уверен, из вас все впервые слышат этот канал. Вы его никогда не слышали. И я его никогда не слышал, пока сегодня не начал изучать этот вопрос. Оказывается, это вообще не канал. Это парень выложил полгода назад 5 роликов, и 2 недели назад 1 ролик. Вот интервал, да, полгода назад 5 роликов, там 2 ролика 7 месяцев назад, и 2 ролика 5 месяцев назад, или 3, да, и вот 6-й 2 недели назад, все. То есть человек, который раз в жизни выложил ролики, причем ролики там знаете, чему посвящены, ну вот я сегодня в эфире ставил, там тоже затопленным домам. То есть как он попадает в этот список? Сергей Тарасов, он правильно говорит в кадре, он говорит, я даже не знаю, как его зовут. Да никто не знает, как этого парня зовут. Как они могут пригласить того, кого вообще даже не знают. Круг жизни парень выложил там 5-7 месяцев назад 5 роликов. Все. Это не блогер. Amazing Channel. Ну, Владимиру тоже с уважением отношусь. Ну, Владимир, он как бы 50-50. Он больше как бы у него упор на развлечения. Он тоже читает статьи, но очень объемно иногда дополняет от себя. Какие знания он передаст, ну ладно. Сергей Шуваев, канал Ясенпень. Ну, Сергей вообще, как это принято говорить, свободный компучи, отошел от дел. И он, в принципе, и не занимается уже каналом. А раньше какое у него было занятие канала? Он приглашал людей. Само больше Сергей Шуваев, Ясенпень, раскрылся в положительном русле на Котлярову ФМ полгода назад. Вот есть, если собрать все его вещания, там из него самого простого общения можно делать шикарные ролики. Просто его философские размышления. Сам же Сергей Шуваев, он же как бы в своих роликах никаких докладов не делает. Еще интересная фамилия в этом спичке. Роман Василишин. Я у вас спрашиваю, вы знаете, кто такой Роман Василишин? Нет, вы не знаете, кто такой Роман Василишин. И я не знал, кто такой Роман Василишин. Я погуглил, по ютубе, на ютубе единственное нашел, даже это не канал. Это просто приезжают какие-то журналисты, берут у него интервью. И Роман Василишин вообще рассказывает про политику. Я послушал несколько его роликов сегодня. Ну, скажем так, у него 50 на 50. Он говорит половину истинное положение вещей, половину чепухи. Он может говорить чепуху, либо потому, что у него недостаточно знаний, либо ему сказали говорить чепуху. Как он попадает в этот список, тоже непонятно. Так, Кунгуров, Беляев, Тимовский, Марана, Купцов, Котляров, Толстых, Игнатенко. Ну, Сергей Игнатенко, это, скажем так, можно их поставить в одну обойму с Алексеем Кунгуровым. Чем занимается Алексей Игнатенко? Ну, самое ему, конечно, респект у Воважуха, что он обратил внимание на эффект Манделлы. Ну, эффект Манделлы он не сам придумал. Это на американских сайтах пошло. Потом он, скажем так, ему брат подсказал, и он озвучил. То есть считается в Румерах, как Стренджер, который посмотрел, Стренджер Узбек, который посмотрел американские ролики, и, знаю английский язык, нам перевел эти ролики, рассказал, что полетов в космос нету. И все, вау, гений, конечно, гений. Ничего себе, рассказать то, что 8 лет коммусируется на англопросторах. И не было бы Стренджера, был бы менеджер и так далее. Игнатенко, что основной упор у него на Тартарию и на потопы. Ну, с Тартарией это вообще смешно для меня, потому что оккупанты нам сделали вброс с Тартарией и с историей. Я не отрицаю, что Тартарии не существовало. Просто та Тартария, которая подается нам, она не совсем верна. Даже в том моменте, когда нам рисуют, что на территории Тартарии жили какие-то люди в такой одежде, там, сапоги, там, косоворотка, там, чалма какая-то. Да 300 лет назад люди одевались покруче, чем мы сейчас. У них одежда была, мама не горюй, то есть высокие технологии, высокое качество одежды. Вот. Сергей еще потопы разбирает. Очень у него тематика близкая к Кунгурову. Но в основном он зачитывает. Иногда он от себя закидывает информацию, и, ну, как, свои размышления, посвященные, допустим, пресловутой, так называемой, войне 812 года. Но и он, сделавший большое количество роликов, не обратил внимания, как я просто обратил внимание на медали. Кто-то может помнить момент, когда я просто в одном из эфиров показал, 10 медалей, и задал вопрос, почему медали награждаются с 812 года, начиная со стороны Парижа, и потом идут за взятие, там, к примеру, Варшавы, за взятие, там, Севастополя. Я задаю вопрос, откуда двигались войска? Да. То есть, по логике, они должны двигаться были с севера на запад, а, судя по медалям, они двигались с запада, да, на север или восток. То есть, тоже, тем более, вчера Сергей Игнатенко просто в чате там написал, он спросил, а что за конференция? Ну, ему там объяснили, вот тут надо собраться всем в Москве, а Сергей говорит, написал, Сергей пишет, он во Франции, на сборище масонов. Ну, может, он пошутил, ну, в каждой шутке есть доля шутки. Макса Жерелев тоже, интересно, 13-летний талант, который поможет начинающему политику или не начинающими какими-то знаниями. Но интересы у него присутствуют, там, скорее, интересы получить больше знаний, структурированных в одном месте для достижения своих целей, там, устройства, ну, как бы, он хочет уйти вверх, там, во власть, политику, еще что-то, но это важно. Так, по-моему, я по всему списку прошелся, а, Андрей Купцов, ну, тоже интересная фигура, причем он начал, видно, после того, как к нему люди подъехали определенные, он сейчас в роликах, основной упор на политику, на злопу дня, то есть у него сейчас в роликах появилось две фамилии, Навальный и Мальцев. Или Навальный, или Мальцев. То есть, именно то, что сейчас в тренде. И еще он, это, видно, ему сказали это, ты иногда просто, Григорьевич, говори, там, Потапенко, Потапенко. Если раньше Купцов говорил, самый гениальный у нас на планете, это Андрей Григорьевич Купцов, Георгиевич, то сейчас он говорит Андрей Купцов и Потапенко. Во как поворот. А Потапенко вообще, ну, ладно, вы сами там изучите, не буду вам свое мнение навязывать. Ну, питающий в облаках, там, грубо говоря, с моей стороны, это сказочник, который, как и основная масса, не понимает ни в политике, ни в других вопросах. Вот Роман Василишин тоже, типа, с политики разбирается. Вообще, в политике, по большому счету, вот, пользуясь термином Андрея Купцова, разбирается только котляров. Вот так вот, именно глобально. То есть, в деталях. Если докладчик по политике не начинает доклад с того, что в этом концлагере оккупанты решили сделать то-то, а в этом концлагере это, это уже все. Дальше уже это просто фантазии, они ничего не имеют общего с истинным положением вещей. И вот Андрей Купцов, ему низкий поклон за плоскую поверхность, на которой мы живем. Я подчеркиваю, мы не живем на плоской земле, но мы живем на плоской поверхности. И великолепный технарь. А к чему приведет всемирное знание о плоской земле? А, запомните, ни один человек, кроме вас, дураков, гуманитариев, никогда не воспринимал бредовуху, прокрову на вращающуюся землю. Все механики, все техники исходят только из этого. Что она плоская, никуда не вращается. Я вам просто простой пример приведу, чтобы это уже не касаться. Вот запомните, ни один самый поганый, вонющий задор не мог выдвинуть ни одного аргумента против. Вы понимаете, вот сколько народу зашло, сколько как. Ну, он дурак, он мудак, он козел, он старый петух. Значит, смотрите, в двух словах. Вот стоят приборы. Гелиостат, гелиотроп, ну, например, гелиостат. Вот такой остался. Вот приборы, которые круглые сутки, внимательно наблюдающие, наблюдают за траекториями планет. Повернуто. Ну, вот он. И вот эти вот астрономические приборы, которые наблюдают эти планеты. Вот, как вы понимаете, если мы допустим, что Земля крутится, а вращение Земля и круглые – это одно целое, то со скоростью 4,65 метров в секунду мы через сколько времени зайдем за горизонт и перестанем ориентироваться. Если она будет какая-то шарообразная, мы не сможем сделать простые тренингометрические расчеты и сказать, где она проходит. Столетиями люди плавают по морям, и столетиями у них существует такой прибор, как секстант, в котором по подношению Земли, поучреденной, мы определяем свое положение в пространстве. Если мы со скоростью 4,65 метров вот начнем двигаться, через 10 секунд – это будет сколько у нас? 4 километра, через 100 секунд – 40. Что я посчитаю за это? Вот я все сказал, все, больше ни одного разговора про круглые земли не может быть в присуществовании секстанта и глиоскопа. Все. Но я уж не говорю про то, что никто не делает расчеты при стрельбе, например, учитывая вращение Земли. Вы не выведите какашки, если у вас будет круглая земля, потому что вам надо сделать сгон. У вас стоит рядом с Москвой великий канал, который при 126 километрах имеет сгон радиуса 2 метра, который позволяет снабжать Москву водой. Мотивация ему течь, он должен при наличии у нас 40 тысяч по экватору. Как он течь будет? Как будет течь любая река? Когда у вас река должна огибать, найдите мне мотивацию течь. Вот простой река. Вы любому дебилу от Академии наук до любого ментажа задаете вопрос. Расскажи мне, на каком основании у вас Волга текет вот так вот, Двина текет, особенно в Чудный Днекре. Он вначале текет от Белоруссии вот так вот на запад, потом здесь, потом вот так заворачивает. Ребят, если он по кругу, еще земля вращается. Но мотивация ему течь этой воды. Мотивация только одна. Вот сюда в Рустан добавляются грунтовые воды и осадки. И вот этот перепад и позволяет вот эту воду заполнять уровень мирового океана. Ничего больше. Вот это обычная механика. Я подчеркиваю, мы не живем на плоской земле, но мы живем на плоской поверхности. И великолепный технарь. Но ни в политику, ни в историю, а тем более в аграрное хозяйство Андрей Купцов вообще не должен нос совать. Потому что он как слон посудной лавки. Он вообще ничего не понимает ни в политике, ни в сельском хозяйстве, а тем более в истории. Начинает какими-то апеллировать вымышленными масонскими сказками постоянно. Гениальный техник, там оружие, автоматы, другая техника, да. Плоская поверхность, что он любого за пазуху единственное в пространстве славянском, который за плоскую поверхность самоаргументированно может сказать. Самоаргументированно. Ни один так называемый плоскоземельщик не может так, как этот гениальный технарь. Ну и остается Вячеслав Котляров. Вообще непонятно, как он попадает в этот список. Кто такой Вячеслав Котляров? Вячеслав Котляров, который не читает ничего с интернета в общепринятом плане. Это, это, ну, слово мне не нравится, инсайт. Ну, я упрощенно скажу, информация напрямую. Как обстоит дело в нашей ячейке и по многим фронтам. Северной Америки нету. Это достоверный факт. За Антарктическим кругом находятся новые земли. Целый цикл посвященный, как нас убивают на физическом уровне каждый день. Только Вячеслав Котляров озвучивает такие вещи в своих роликах и так это целенаправленно. Как он попал в этот список, тоже непонятно. В итоге я делаю вывод. Либо это какая-то шутка юмора, потому что здесь должны были собраться несобираемые люди. Либо этот так называемый политик собирает неизвестных ему блогеров, чтобы дать им каждому... Я представляю, он пригласит Виталия Сундакова и Котлярова. И Котлярова он дает, говорит, вот тебе Котляров 10 тысяч долларов. Ты там иногда в своих роликах говори, к примеру, этого политика зовут Стефан Урюбский. Ты иногда говори, Стефан Урюбский самый классный. А потом к Виталию Сундакову подходит, говорит, вот тебе 10 тысяч долларов, ты тоже говори. А тот на него смотрит, говорит, слышь ты, пацан, тебе что, шалбанат дать? Сундаков вообще там все единоборства в мире знают. И миллионер, да? То есть, как он мог вообще Сундаков... Как Сундаков вообще попал в этот список? Почему Тарасов сказал, что никто не знает, кто такой Сундаков? Еще один человек, которого вы не знаете, но это не имеет значения, Сундаков. Это вообще нонсенс. То есть, на поверку выходит, что человек хочет каких-то достичь результатов. И чтобы блогеры на своих каналах освещали те или иные темы. Потому что Валерий Иванов просто читает. Александр Толстых это вообще не знает. Даже не телевизор, а кнопка от телевизора. Макса Жерельев, да, передаст он, конечно, политику знания. Вот, собственно, пока все. Хочу послушать комментарии Виктора, Светланы и немножко подумаю. Слава, ты вошел в раж. Все правильно. Только единственное, единственное, ты все... Ну, ты, конечно, постеснялся свою особу так чуть-чуть выделить. Потому что ты подготовлен был. Когда ты не подготовлен, ты действительно режешь так, как оно и есть. Ты все правильно сказал. Вот я так внимательно тебя слушала. Действительно, все правильно. Только единственное, это все, что возле тебя, это антураж. Нужен ты. Нужен Вячеслав нужен. Потому что Вячеслав сейчас переписал мир. Титаник не тонул. Он благополучно достиг соседних земель. И пассажиры все остались живы. Бермудский треугольник. 50% в кавычках погибших самолетов и кораблей достигли соседних земель. Олаф Янсен из произведения «Дымчатый бог». Рыбак со своим сыном видел именно эти земли. Легендарные герои из произведения «Санникова» также достигли этих берегов. Нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах. Адмирал Берн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов. Редактор субтитров А.Семкин